Здравствуйте, это канал Максимадзе. Сегодня я что-то не очень себя чувствую, потому что, видимо, поел просроченные колбаски. Есть такие колбаски в магазине, я не помню их название. Такие вот в пакетиках небольшие колбаски продаются. Вот я обычно их люблю, они так в кайф есть. Со вкусом горчицы какой-то там. Но вчера купил, что-то они мне вообще удовольствие не доставили. А сегодня с утра башка что-то прям побаливала, какая-то слабость. Что-то, возможно, траванусые от них. Наверное, срок годности у них закончились, вот и всё. Ну ладно, в общем, в чём сегодня у нас видео. Сегодня мы поиграем в очередную фанатскую игру по Hello Neighbor. Называется она Hello Neighbor Protostand. Протостенд с вот таким вот интересным вытянутым домом. Сделана эта версия на основе пре-альфы. Единственное её минус это в том, что в левом углу появляются различные надписи с Unreal Engine. И из-за этого я ставлю вебку туда, чтобы они особо не попадали вам в кадр. Ну и что ж, давайте, пожалуй, зайдём в этот дом. Слава богу, время суток светлое. Только что-то какие-то слишком уж быстрые облака. Через которые видно звёзды. Какое-то небо странное очень. Насколько далеко, кстати, можно пройти? А, не, недалеко. Давайте в обход дома пойдём. Гаража здесь нету. А может и не на основе пре-альфы. Может и на основе альфы один. Тут есть щиток. Непонятно. Здесь я вижу, есть вот такие вот окна необычные, которых не было ни в каком Hello Neighbor. Вообще фан-база на GameJolty по Hello Neighbor довольно-таки большая. Там ещё немало фан-игр. Но среди них, к сожалению, очень много вообще некачественного, какого-то неиграбельного хлама, который мы точно играть с вами не будем. Давайте зайдём к соседу в дом. И... О-о-о! Сразу же ключ какой-то мы нашли. И, короче, видимо, надо желательно... Причём он в одну сторону крутится всё время. Я не знаю, что это такое сделал, но... Я чувствую, надо... Опа! Ой, блин, он прям здесь... Вот, символы тут появляются ещё под ним. Да, к сожалению, предметы у нас пропадают. Поэтому сложности, конечно, какие-то будут. Но мы постараемся всё же пройти. Я надеюсь, мы сможем это сделать. Этот дом, он как бы самостоятельный, самодельный. Ни в каком холодноябре у ранее я не встречал. И я люблю такие дома. Если они, конечно, хорошие. А этот выглядит хорошо. Так, ну что? Здесь я пока не вижу никаких хороших предметов. Предметов. Ещё ключ. Это неплохо. А тут какая-то лампочка лежит. А, это наружу. Тут уже капкан какой-то лежит. Звуки как в этом, в прототипе. Либо в старой, недоделанной при-альфе. Шкаф тут открывается. Сразу две двери. Как это было в при-альфе. Поэтому, видимо, на основе при-альфе всё-таки сделано. Так, давайте смотреть комнаты. И... Опа! Ультра... Ультралампа. Сразу же кривая картина. Её можно взять? Эх, жаль, за это и нету ничего. Но лампа нам определённо будет нужна. У соседа ещё какие-то звуки издаёт. А это что такое? Тут есть ещё и книжные полки такие вот. Я таких тоже не встречал ранее. Неплохой дом. Мне нравится. Посмотрим, что в той комнате. Какие-то замки. Непонятно, зачем они нужны. Под кроватью можно прятаться, конечно же. Мне кажется, надо каждую картину, на всякий случай, проверять. Вдруг за какой-нибудь кот находится. Сходим на второй этаж. Ооо, блин! Я, блин, вот эти вот символы, конечно, мне не нравятся, которые появляются. В левом углу. Так, давайте... Будем... Брать сразу эти вещи. А, это она остаётся открытой. Слава богу. Слава богу, ничего не приходится заново начинать. Кроме собирания предметов. Ооо, блин! Да, ё-моё! Пускай он там отвлекается. А мы сейчас по второму этажу погуляем. А, нет, долго не погуляем. Кстати, сосед какой-то... У соседа, по-моему, немножко отличаются эти цвета. У него жилетка, по-моему, более синяя. С другим оттенком. Не так просто будет этот дом поисследовать, конечно, но... Мы постараемся. Тут кругом капканы. Чё-то он тут прям запарился. Наставили свои капканы. А где лампы? Где же лампы? О, она у меня сохранилась. Каким образом? Мне второй этаж дадут поизучать уже, наконец. Так, что здесь? Циферок я тут не вижу. Зато класс хотя бы ухоженно выглядит. Никакого мусора не валяется. О, секундочку. А вот и первый ключик. Да, причём такая же полоска, как в Приальфе. Зелёная. Так, здесь какие-то... Эти. Так, а тут... Тут подсказка какая-то. Балкон с окно. О, надо постараться это запомнить, наверное. О, ультрафиолетовый свет остаётся за мной. Может, так и будем ходить? Я вообще не знаю, нужна нам эта лампа или нет. Хотя там кодовый замок был, значит, наверное, нужна. Если не найдём картину, будет, конечно, печально. А, вон, окошко. Окошко, по-моему, открытое. Я туда допрыгну, надеюсь. Допрыгнул. И здесь ключик какой-то лежит. Ещё какие-то маленькие окошки, которых тоже я не встречал. Хлоуны были ранее. Хорошо. А можно было даже не прыгать, а так пройти. Получу ли я с этого медведя? Ой, господи ты, боже мой. Что-то. Чё он не толкает-то его, ё-моё. В доме, чувствую я, можно и заблудиться в этом запросто. С какой стороны? Ой-ё-ё-ё-ё-ё. О-о-о-о-о-о-о-о-о. но мне достать он меня тут не может но он не видит и это что-то мне не нравится неужели он так и останется двоечки появляются постоянно какие-то и нолики потом после этого ультрафиолетовая лампа единственное что остается в инвентаре а и ключ это тоже остался раньше он пропадал теперь он остался предметы то исчезают то не исчезают как-то это непонятно ой зачем я опять выбросил но мы как-то должны а тут что я тут не было это этот просто видимо неверный код incorrect даже появилась надпись ну блин о командная страть строчка есть прикольно можно ли будет использовать афи ультрафиолетовая лампа исчезла можно ли будет гост какой-нибудь использовать интересно но это сложно конечно будет но надо постараться окши это такое оказывает мне как эти стекла ломаются вообще или не ломаются ой я ключ выбросил случайно туда стекло не за не разрушилась на кирпич опа тут лестница есть откуда она взялась я что-то ее не припомню тут оказывается есть лестница ешкин кот есть лестница только мало чего она нам дает потому что тут закрыта дверь зачем-то два унитаза здесь было с другой стороны мы можем безопасно пропрыгнуть на второй этаж если конечно разбежки хватит у нас хватит давайте третий этаж исследовать так ну тут где один здесь нечего делать опа а вот куда для чего нам и ключ этот нужен фиолетовый но мне интересно опа он еще и это и умеет делать придется с обратной стороны входить но этот ключ мне кажется уже не нужен я уже открывал им дверь не видать ключа что неужели он пропал куда-то в текстуры причем это не подбирается все и не смогу этот хлам расчистить а вот он господи я уже думал придется искать дед непонятно где ультрафиолетовую лампу только я не знаю теперь достану и где я узнал и как и где и когда и где я код этот узнаю тоже не ясно открываем эту дверь а подождите не работает ключ не работает от этой двери а гост тут работает ну куда эти посмотреть о сосед открыл двери ту же да тут гост есть и давайте ради интереса просто заглянем и проберем сюда по-быстрому посмотрим можно ли эту дверь снова будет час открытия нельзя кстати ну-ка давайте еще раз в это окошко залетим и заберем маленький ключик вот этот отсюда мне дверь не закрывается а понятно тут делать нечего нам было тут мы и без ключа могли обойтись ключ не сильно нам нужен еще один балкон я смогу ли я по этой крыше зайти куда-нибудь нет давайте я заберусь и да и будем считать что я через эту дверь прошел потому что но это не доделка игры этого быть не должно сходи сходим на четвертый этаж и и тут вот еще один замок но этот слава богу работает самые важные замки должны работать я нажал на кровать и тут оказался это как вообще как это понимать да лезь лезь давай я буду через год залетать в ту дверь потому что потому что он должен эту дверь открывать замок нерабочий почему-то ладно давайте зайдем в эту дверь и посмотрим что у нас тут лежит забаговалась тарелочка что-то сильно много шкафов и что это еще за гейзер какой-то тут хакула плавает я достал ключ и открываю очередной замок и тут еще ключ находится это меня радует возможно он от подвала давайте искать дальше нам же еще надо молоток или лом найти что у нас тут делается но по моему вон там ничего нету дальше можно туда не пытаться как-то даже идти это не доделанная как кровать серьезная достал ключ я должен был спрятаться вообще на этой кровать кровать ловушках к этого не понятно кровати не верить лучше этим опа пошел ты нафиг пожалуйста это какой прыжок какой уровень прыжка у соседа прям он то умеет входить через ту дверь а вот мы и о секунду я могу залезть на этот шкаф да могу о молоток давайте им воспользуемся сразу осторожно как только я вспомню куда его вот тут по моему отлично теперь ключ на потом как-то еще с кодом надо будет разобраться наверно лампа пропала куда-то и это не не нравится мне что-то твои же мать я пошел нафиг я так сделаю просто и все волк тут лежит ключ и уже от уже открытой двери я надеюсь мы сможем выбраться и не попаться на глаза соседа а а и и и и и и и и и Окей. Так, 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 так. Спасибо за игру Hello Neighbor Proto Stand Alpha 1. Это еще, причем, не полная версия, а это Alpha 1. Ну, код в итоге не пригодился. О, у меня рабочий стол аж, игра закрылась, короче. На сегодня и тогда все. Еще с вас лайкос подписываться, сменяя печные видосы. Ах, да, нужно же поставить оценку игре. Но, в принципе, не так плохо. Мне дом понравился. Пусть будет плюсик. Спасибо за просмотр. С вас лайкос подписываться, сменяя печные видосы. Подписывайтесь на мой влоговый канал, вступайте в группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайтесь еще на Дзен. Может, в Телеграме тоже постараюсь создать канал. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok